Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами поговорим о пороге. Что это такое и что нельзя делать через порог, а что можно и даже нужно. Но многие, наверное, знают, что порог символизирует собой эта граница между мирами. Это многое, многие, наверное, слышали, да? Еще в древности под порог закапывали прах первого жильца дома, старейшину, когда умирал. И вот этот прах закапывали под порог. Поэтому говорили, что через порог нельзя передавать вещи. По сей день дошли вот эти вот приметы народные. И я настоятельно рекомендую, кто сейчас посмотрит это видео, это не просто так, вы заглянули на мой канал. Запоминайте, что через порог вещи передавать нельзя. Иначе эта вещь принесет несчастье. Или если вы будете брать через порог, вот, допустим, вы что-то забыли, да? И за вами мама бежит, вот, допустим, ребенок идет в школу, сотовый телефон. Много раз такое было у моей дочки. Она забудет то сотовый телефон, то еще что-то. Ну, вы знаете, что возвращаться дурная примета, и этого делать нельзя. Я несу ей сотовый телефон, но я сама выхожу через порог и отдаю ей этот сотовый телефон. То есть через порог вещи передавать нельзя. Иначе они принесут несчастье. Точно так, допустим, разберем другую ситуацию. Вы что-то давали соседке, допустим, тарелку какую-то там с конфетами или с чем. И вот соседка вам возвращает. Она торопится, бежит куда-то. И забежала тарелку, еще что-то отдает вам. Чашку, допустим, да? Через порог нельзя ни в коем случае передавать вещи. Вы либо выйдете и заберите эту вещь, либо все-таки пригласите в дом соседку или кого-то, а потом возьмите вещь. Это в обязательном порядке. Затем, конечно же, нельзя через порог разговаривать, вести беседу. Допустим, вы открыли дверь, и там какой-то знакомый человек или та же соседка, сосед, да? Друг, подруга. И куда-то торопится. Вы стоите, разговариваете. Вот поверьте, это все обернется для вас ссорой. Потом вы не будете общаться с этим человеком или даже можете поссориться и поконфликтовать. Это дурной знак. Точно так, когда любимые люди прощаются и вот через порог начинают общаться, стоят, долго общаются. Нет, все, попрощались, человек через порог вышел, закрыли дверь, все, пусть он уже уходит. Еще раз повторю, это грань между двумя мирами. То есть энергетика в доме – это один мир, это ваш мир, а за порогом – это уже совершенно другая энергетика, это уже совершенно другой мир. Поэтому не стоит через порог и так же разговаривать приведет к ссоре, вещи передавать. И здороваться нельзя. То есть когда вы за руку здороваетесь или даже здрасте говорите, добрый день, здравия желаете, нельзя этого делать через порог. Но если так случилось, что вам протянули руку или вы протянули руку, допустим, то вы должны через порог, вот взяли здороваться, вы должны перетянуть, вот не отрывая руки, перетащить человека к себе за порог, чтобы с этим человеком не поссориться. Вот такая вот интересная примета. Дальше еще существует поверье, что именно около порога всегда стоит домовой, который, когда дверь открывается, он всегда около порога смотрит, кто к вам придет, кто не придет, чтобы злого человека не впустить к себе. И поэтому, естественно, через порог, когда вы общаетесь, это неуважение к вашему домовому. Такие тоже поверья есть. Еще примета. Когда, допустим, люди женятся, заключают брак и возвращаются домой, то жених должен обязательно через порог перенести невесту на руках. Для чего? Почему? Это издревле пошло таким способом. Когда мужчина, перенеся женщину через порог, он показывает своему домовому, вот принимай, это наш теперь член семьи, прошу любить и жаловать. Если женщина после свадьбы сама переступит порог, то считайте, она войдет как чужой человек в этот дом. И тогда будут ругань, скандалы, непонимание со свекровью и все остальное. Так что вот такие вот дела. Я представляю сейчас, какие пойдут вопросы под этим видео. А если муж приходит, допустим, через порог, может быть, мужа надо везти? Ну, вот таких вот я не знаю примет. Хотя, конечно, это интересно, да? Сейчас очень многие женщины, наоборот, более обеспеченные, да, и берут мужей. Наверное, все-таки мужей нужно переносить. Ну, это все шутки, конечно. Все-таки издревле это повело, что мужчина должен перенести женщину через порог. Значит, что еще? Порог. Многие, кто занимается практиками, знают, что снять приворот или с глаз, или, может быть, какую-то болезнь убрать, порчу можно. Это все делается через порог. Очень хорошие методы есть. У меня бабушка, вернее, прабабушка моя, Царство Небесное, ее уже нет в живых. Она лечила людей, отливала все на воски. Я, как сейчас помню, вот она ставила порог и табуретку, она ставила две ножки табуретки в одну сторону и две ножки с другой стороны. Человек спиной садился к ней, и вот она над головой отливала, отливки делала, убирала всякие порчи сглазы и все остальное. Вот это я точно помню. Так вот, смотрите, значит, если сам человек хочет снять, ну, опять-таки, это все нужно навыки, это надо уметь и знать, просто так вот взять и что-то сделать. Это несложная процедура. Это берется топор и отрезается полностью от себя порченные дела и вонзается именно в порог. Вот отрезается и в порог топор вонзается. Так можно снять и порчу, и сглаз, и все остальное. Но при определенных, конечно, знаниях и умениях, и не каждую порчу так можно снять, но все-таки и существуют и такие способы и методы. Далее, что могу еще сказать? Ну, вот, допустим, еще бывает, что человек тоскует по усопшему другому человеку. Допустим, жена похоронила мужа, и сильно тоскует вдова, да, или вдовец по умершей жене, или, может быть, по родителям дети тоскуют. Вот умирает человек. Что нужно сделать? Нужно сесть на порог, съесть ржаной кусочек хлеба солью. Посыпали, съели. Если это будет соль четверговая или благовещенская, вообще замечательно. Съели, потом встали через порог, то есть вот вы сидите, скажем так, пятой точкой на пороге, ноги у вас на улице, то есть спиной в квартиру. Сели, поели кусочек хлеба солью и встали там уже, или в подъезде, или на улице, но не в доме. И через порог вас кто-то должен, свой родной человек, облить святой водой. Вот взять прям ушат полные, или в ведро, или хотя бы, ну, в какую-то пиалу большую, и через порог на вас вылить воду святую. И поверьте, вся тоска, она уйдет, будет такая уже притупленная боль. Так что пользуйтесь во благом, это очень действенный, полезный способ. Дальше, ну, допустим, еще, смотрите, мама хочет отучить младенца от груди, да, от груди. Ну, бывает так, что вот ребенок долго уже, и год, и второй, и третий, уже пора Божий отучить от груди, а он все висит на сиське, как говорится, да. Мать должна сесть вдоль порога, ну, допустим, вот он порог у нас, да, она села, допустим, пятой точкой в одну сторону, об косяк двери ноги вытянула по порогу, потом взяла младенца на руки, молчком покормила, в то время, когда ребенок ест, и все домашние должны молчать, и она должна молчать. Ни в коем случае никто не должен разговаривать. Вот это самое главное. Все, считайте, что ребенок спокойно уже, благополучно сможет отучиться от груди, то есть не так будет навязчиво просить грудь. Еще, ну, конечно же, еще раз повторю, что порог – это вот граница между мирами. Еще раз напомню вам, что первоначально, я вам сказала, было принято раньше под порогом хоронить, вернее, захоранивать прах умерших. И поэтому считалось, что под порогом живут злые духи еще, вот поэтому тоже по этой причине нельзя было что-то передавать или разговаривать, да. И когда человек умирает, естественно, гроб с телом человека сначала стоит в доме, в комнате где-то, да, как бы прощается с домом, домашние, домочадцы, друзья приходят прощаться с этим человеком. А затем, когда выносят гроб, раньше это знали все, трижды надо стукнуть о порог гробом. То есть вот выносите вы гроб, три раза стук, стук, стук и вынесли гроб. Для чего это делается? Для того, чтобы покойник больше никогда не переступил порог этого дома. И не стал навещать родных и близких и пугать каким-то образом. Или, может быть, ходить, тосковать по этому дому, не давать покоя. Или, знаете, очень часто ко мне вдовы обращаются и вдовцы, которые не могут устроить свою личную жизнь, потому что идет вот эта микропривязка, муж или жена, да, привязывается и не отпускают человека. И человек не может десятилетиями устроить свою жизнь. Вот это нужно сделать, конечно, обязательно. Дальше. Вот еще здороваться. Вот возвращаюсь, не все сказала. Вот интересная вещь. Раньше, когда здоровались, вы знаете, вот есть на ладошке точка, когда лечим мы людей, да, вот такие вот энергетика. Сильная энергетика на ладошке есть. И поэтому вот, когда здоровается рука, ну, я не могу так показать, у меня право-лево, но когда, допустим, здоровается, ладошка к ладошке, это неправильно. И издревле на Руси здоровались именно вот за запястье, понимаете? За запястье было. Здоровались за запястье. И, во-первых, эта энергетика ваша сохранялась, никто не мог забрать что-то у вас, не было такого, как крадник, потому что, когда здоровается ладонь в ладонь, это уже можно перетянуть что-то. Или вы можете что-то перетянуть на себя, болячки какие-нибудь. Или у вас могут, как крадник, перетянуть какие-то, может быть, финансовое благополучие женихов, беременность, да все что угодно. Поэтому лучше здороваться за запястье. Во-первых, вы чувствуете пульс вашего оппонента. И тем самым вы понимаете, если пульс спокойный, ровный, значит человек к вам с добрыми, хорошими намерениями. Если же сильно учащенная пульс, значит что-то тут не в порядке. Раньше еще помните, ну не то чтобы вы помнили, да, потому что вы не жили раньше, но все-таки какие-то документальные фильмы или сказки видели, расшиты были рубахи, да. И тогда по рубахе, по нашивке можно было определить род, из чьего рода, да, этот человек. И опять-таки, когда за запястье здоровались, то уже чувствовали, спрятан нож или нет. Допустим, с добром или злом человек идет. Раньше прятали в рукаве где-то, да, нож, если вдруг шли. Вот, то есть вот такое вот тоже тройное действие было. Узнавали, что никто ничего не принес. Ну, вроде бы все-таки главные темы про порог я осветила. Я надеюсь, что эти приметы вам будут полезны, вот эти познания, которые я вам сказала. Да, еще вот что, вот когда любимого человека вы провожаете или любимую женщину, долго не стойте даже на пороге. Не то, что через порог, вот, а именно на пороге. Вот вы стоите, целуетесь, милуетесь, обнимаетесь, никак не можете отсоединиться, разоединиться. Вот, послушайте, этого делать ни в коем случае нельзя, если иначе вы с этим человеком никогда больше не будете. Вот, пожалуйста, обнимайтесь, целовайтесь, целуйтесь в доме уже, говорю, целовайтесь. Господи, совсем уже заговорилось, смотрите. Целуйтесь, обнимайтесь в доме, в комнате, на пороге уже в прихожке. Этого делать не надо, иначе будут ссоры, скандалы, непонимания. Когда вы хотите покрестить своего ребенка, вы должны перед крещением, вот, когда вы выходите, будете крестить ребенка, в порог вставляете новый нож с черной ручкой. Можно новый топор, можно новый нож с черной ручкой. Воткнули в порог и перенесла мать. Потом, когда вы возвращаетесь с крестин, ребенка, вы доходите до порога. А сначала первая должна перешагнуть порог крестная мать. И расстелить уже в комнате на пороге или овчинку, шкурку, или шубу какую-то, или дубленку. Дубленку вывернуть именно мехом, вот, мехом положить. И руки подставить, чтобы мать стояла, которая стоит мать за порогом, передала младенца крестной матери в руки. А здесь вот именно, именно шубка, дубленка. Говорят, что ребенок тогда будет здоровый и богатый. Вот я сейчас вспоминаю, когда я это все делала, я тогда вообще, помню, и шубу положила, и все золото с бриллиантами высыпала, чтобы моя дочка была богатая и счастливая. Вот до такой степени я помню. Во-первых, я очень долго ждала свою дочку и поздно ее родила. Я действительно хочу, чтобы она была здоровенькая, счастливая и состояние, чтобы у нее было финансовое благополучие. Поэтому я все это сделала. Но тоже начнутся сейчас вопросы. Ну и как? И дочка ваша богатая? Ну, во-первых, она подросток. И я могу вам сказать, что у нее уже все есть. Не буду перечислять, что, но все у нее есть. Поэтому делайте, пробуйте очень серьезный метод. Я надеюсь, вам эти советы были полезные. Надеюсь, они понравились вам. Пишите в комментариях, какие бы вы еще приметы, может быть, или еще хотите увидеть на моем канале. Я по мере возможности, когда у меня будет минуточка свободная, буду потихонечку записывать вот такие вот чудесные видео. Я вас всех очень-очень люблю. Желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока.